Диана Климченко Рейд-терапия, лечебная верховая езда и дельфинотерапия, лечебное общение с дельфинами достаточно широко известны общественности и активно применяются в лечении разных тяжелых недугов. Однако далеко не всем известно, что, казалось бы, самые близкие к нам животные, собаки, тоже могут лечить. Канистерапия – так называется метод лечения, в котором докторами выступают наши любимые, преданные, четвероногие друзья. Отношения человека и собаки лежат в основе сюжетов многих фильмов, книг, полотен известных художников. Терапевтический эффект от общения с собакой, осознанно или нет, испытывает на себе каждый владелец собаки, и особенно дети. Его исследуют множество научных институтов и специализированных центров, делая одно революционное открытие за другим. Чтобы узнать о канестерапии подробнее, мы погостили у специалистов учебного центра спортивного собаководства «Интерспорт Канест». Ведь именно они являются первопроходцами этого метода терапии в Латвии. Светлана, скажите, какие заболевания могут лечить собаки? Сказать, что они полностью вылечат какое-то заболевание, это было бы неправильно. Но помочь они могут почти при всех. То есть аутизм, какая-то умственная отсталость, физические недостатки, тоже ДЦП, поражение центральной нервной системой. Какой-то свой вклад они могут принести в любую проблему, в любую болезнь. Единственная контринтрекация и то, с которым можно справиться, это аллергия на собачью шерсть. При всех остальных вариантах собаку можно использовать. Это игра для ребенка всегда. Он не воспринимает общение с собакой как лечение. Он приходит играть, он приходит радоваться жизни. Еще что очень важно, собака, собаке все равно какой ребенок, что с ним. Она любит всех детей, и не только детей, и взрослых тоже, и пожилых людей. И ко всем относятся одинаково и с любовью. В том, что канистерапия воспринимается ребенком как игра, и есть ее главное преимущество перед другими видами реабилитации. А практические упражнения говорят сами за себя. Дети учатся работать друг с другом, коммуникации. То есть просто так ребенок, я сомневаюсь, что он долго сможет прыгать, даже если это ему надо. А с собакой там намного веселее. Сначала собака подержала, потом вот дети подержали. Хорошо, давайте. Вот, вот, вот. Вот собачка может застрять тут, например, под низом, чтобы надо было подольше подержать. А собачку давить нельзя. Молодец, 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 уже в облах. Хорошо, держите. Держите. Вот, 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 вот. Хорошо. То есть, опять-таки, укрепляются все эти мышцы, работают? Хорошо. Многие дети как бы не хотят общаться с другими. Опять-таки, что я заметила, те же аутисты, они сюда, все, они разрешают взять себя за руки другим, они начинают общаться. И тут, опять-таки, дух команды, то есть надо работать вместе, надо делать вместе. И это весело. Своей беззаветной преданностью и любовью собака вызывает позитивные изменения в психологическом и физическом состоянии человека. Благотворное влияние канистерапии отмечено в лечении самых серьезных заболеваний, и все больше медиков используют ее в своей практике. Любите собак, и они ответят вам. Спасибо. Спасибо. Да.